Вообще масла это жизнь, это живо, это то, что называется тегле, жизненная консистенция. Человек, уйдя от природы, от неправильного питания, его обмен веществ перешел от масляного к жировому. И тем самым он перестал усваивать активно питательные вещества и нуждается в своей подпитке из внешних источников. Питание, белки, углеводы, аминокислоты. Масла и жиры, чем они отличаются? Масла это так называемая жизнь, если тегле живо убрать из масел, это жиры. То есть жиры по сути пустые масла. И вот масла это то, благодаря чему у нас восстанавливаются, гармонизируются пять первоэлементов. Раз. И второе, это то, благодаря чему гармонизируются три ДОШ, три НЕПа так называемые. И вот функцию, которую они помимо этого несут, это масла основный источник для доставления микро- и макроэлементов до костного уровня. И по сути это питательная консистенция, благодаря которой в нас оживает жизнь. И вот если у человека кислотная структура тела, то они не питают по большому счету тело. Для того, чтобы масла давали пользу и жизнь, у человека должна быть щелочная среда. И вот по сути необходимо совершить алхимию. Щелочная среда и масла.